Так для разнообразия может улыбнешься все-таки? Так устал, ты не представляешь вообще, вообще просто, эмоции все отдал на поле. Поспать удалось? Три часа, три часа поспал. Что за эти три часа снилось? Не знаю, плохо спал и все болело, но хотя бы три, а не ноль. Ром, чемпионат мира завершился для места на данном этапе. Лучший просто. Согласен с ним? Приятно слышать. Нет, я говорю согласен с ним. Промолчу. Может споем еще раз? Не, не сегодня, в следующий раз. Чемпионат мира для нас завершился. Давай, подведи, пожалуйста, общую черту для себя лично. Ну, хорошо провели чемпионат. Ничего скрывать. Если брать общие какие-то командные результаты, то впервые за новейшую историю России мы вышли читать в финал. Конечно, это большой успех для спорта, для футбола в России в целом. И все, что касается меня лично, тоже, в принципе, провел чемпионат на одном, на хорошем уровне. Всегда, конечно, хочется большего, но, в принципе, в принципе, сыграл, опять же, повторюсь, на все матчи. И не было никаких таких скачков больших. Для меня это очень важно, что все матчи я играю на одном уровне. И подарили... Ну, много, вообще много можно говорить про этот чемпионат. Хороший самый тяжелый матч? Самый тяжелый матч, наверное, был с Хорватией. Я, честно, не могу вспомнить то, что происходило уже после 120-й минуты. Я не помню то, что, честно, от всей души могу сказать, что я не могу вспомнить то, что было... Как мы собирались в круг, этот шум какой-то, кто-то что-то говорил, вот у меня... Вообще просто я не могу вспомнить, что было. Ты отключился? Я отключился, реально. То есть, когда... что говорил тебе Саламович по поводу пенаты? Он, оказывается, ко мне подходил, и я не знал, честно. Я не... Я помню, Юрьевич Ромаченко там подходил, спрашивал, как я. Но то, что Саламович подходил, не помню, честно, не помню этого. А что помнишь? Помню, сидел на газоне, мне дали нашатырь, спрашивали, как самочувствие. Я говорил, что это так себе. Но сейчас, слава богу, все хорошо. На самом деле это, конечно, запоминающиеся моменты, которые останутся в памяти на всю жизнь. Я думаю, вообще, не знаю, дай бог повториться. То, что такое повториться вообще. Ну, это и для... Опять же повторюсь, для России этот скачок наш. Я надеюсь, что дети, которые смотрели наши все игры, они захотят быть похожими на нас. И захотят также на чемпионатах мира добиваться каких-то высоких результатов. Для меня это очень важно, потому что я очень сильно переживаю за футбол в России. Хочу, чтобы наш футбол был всегда на высоком уровне. Сегодня на собрании Станислав Саламович сказал такую фразу «Страна как команда, команда как страна». Мы с ним поговорили, наверное, новый девиз. Как ты к этому относишься? Слова правильные? Абсолютно правильные слова. Мы своей игрой, наверное, объединили страну. Стали, не знаю, хоть на 1%, но стали более едины. И, конечно, это очень приятно, что вообще мы стали командой. Наш командный дух. Люди это все, конечно, видят и пропитываются этим. И, конечно, каждый момент переживают за нас. Что сейчас? Какие планы дальше? Сколько отдыхать? Сейчас хочется отдохнуть, ни о чем не думать. Хочется, честно, хочется забыть. Это потому что это уже история. Не нужно оглядываться назад. Нельзя жить прошлым. Нужно вот какую планку я для себя задрал. Какую планку задрала сборная для себя. Ее нужно придерживаться, не падать вниз. И я понимаю, что это тяжело. Но мы будем все делать для этого. Сейчас две недели я отдыхаю и забываю обо всем вообще. Если я правильно понял, должно мне не дозвониться? Нет. Уже нет. 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 Нет.